Заброшенный пионерский лагерь в Подмосковье превратят место социальной адаптации лиц без определенного места жительства. Причем все ремонтные работы, аренда территории будут оплачиваться из денег, которые бомжи будут зарабатывать сами. Местные жители, конечно, не в восторге от своих новых соседей. В подробностях разбирался мой коллега Сергей Осин. Сейчас мы запускаем, ну реально, он заедет один коттедж, потом заедет второй, потом запустится столовая. Коттеджи – это для бомжей, столовая – для них же, а еще баня, мастерские. В прошлом разорившийся бизнесмен, теперь благотворитель Юрий Ноев показывает новый город для бездомных. Так его уже окрестили местные жители. Более 4 гектаров подмосковной земли бывший пионер лагерь завода «Кристалл» взял в аренду дом трудолюбия Ноя. Заработали на эти домики сами бездомные. В организации Юрия существует правило – 50% от всех заработков складывают в общий котел. Сейчас, конечно же, тут очень много коммуникаций, которые еще разрушены. Что-то надо восстанавливать, что-то надо налаживать, надо завозить топливо. Здесь смогут жить около 600 бездомных, пока они сами готовят лагерь к переезду. Занимаются сваркой, уборкой, приводят территорию в порядок. Виктор, например, чинит выключатели. Здравствуйте. Привет. Как ваши дела? Главное – из Владимира, красный. А чем вы здесь занимаетесь? Расскажите нам потом. Как чем? Уборка территории. Траву косим. Дома ремонтируем. Для кого? Для себя, наверное. А вот эта территория, она вам нравится? И хотели бы здесь жить, остаться? Здесь остаться? Вы знаете, это все относительно остаться. В какое-то время, может быть, да. В десяти минутах отсюда поселок Галыгина. До электрички в Москву около получаса. Но чтобы добраться до них, нужно преодолеть забор, не попасть под камеры видеонаблюдения и уйти от охранников ЧОПа. В Москве все есть. Эти люди знают, где искать. И деньги, и где-то что-то украсть, и где-то что-то еще сделать. Это все находится в Москве, а не у них через забором. Но даже это не убеждает местных жителей. Не верят они ни в заборы, ни в охрану, ни в добрые намерения. Вообще отвратительно. Почему? У нас огород не загорожен. Ну, там придут и будут рвать все. Разубедить недоверчивых готовы в храме Космы и Дамиана в Шубине, под патронажем которого и существуют дома трудолюбия. Недавно пришел в храм человек в пиджаке, газ, и так далее. Говорит, вы меня не узнаете? Это вот бывший бездомный, да, который все-таки вернулся к нормальной социальной жизни, нашел работу. К концу сентября ремонт закончат. Тогда же тут появятся первые 150 постояльцев. Накопленных денег должно хватить до весны. За это время надеются наладить производство, которое будет кормить общину. Сергей Осин, Артем Афонский, Павел Ракитин. Лайф. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова